В конце года все подводят итоги. Итоги уходящего года. То есть сейчас время подвести итоги 2022 года. Итоги года, который испоганил всё. Я поняла, какое слово больше всего меня сейчас бесит. Это слово неоднозначно. Меня бесит и злит, когда люди говорят, что всё не так однозначно. Всё неоднозначно. Всё однозначно, когда можно сказать, что чёрное и что белое. Но сегодня здесь философствовать я не буду. Хотите подробнее, в том числе и про глагол испоганить, добро пожаловать на мой новый аудиоподкаст. Ссылка будет в описании к этому видеоролику. Я просто хочу сегодня напомнить, что в этом году было на моём канале. На случай, если вы что-то пропустили. То есть если вы какое-то видео не заметили и поэтому не посмотрели. Все ссылки тоже будут в описании к этому видеоролику. Я пойду прямо по календарю, по месяцам. Можно сказать, я пробегусь по календарю. Январь. Петербург. Новогодняя ночь 2022 года. С Новым годом, Казахстан! В январе я показала, как бегали по Петербургу Деды Морозы в конце 2021 года. Рассказала об очередных крещенских купаниях. И поснимала лебедей в Ленинградской области. Пришёл февраль. Я сделала видео о петербургских сосульках. О самом большом в Ленинградской области доме. А потом было 24 февраля. Наступила весна. Где-то город выглядел, как в обычное время. Где-то он изменился. Пришёл апрель, и я обратилась к литературным произведениям. А потом вспомнила о Ленине. В апреле город готовился ко Дню Победы. В мае город отмечал День Победы. Я фотографировала людей и сделала в День Победы видео. У меня не было слов, поэтому я назвала его без слов. И скажу я вам, ни один мой видеоролик до этого не получал столько дизлайков, как этот. Потом мне пришло в голову, что неплохо бы рассказать о том, что такое быть пионером в СССР. Июнь. Чуть-чуть грамматики, чуть-чуть лексики. Июль. Я вспомнила о том, как ещё недавно мы ходили по мосту дружбы из российского Ивангорода в эстонскую Нарву. Потом я читала вслух Булгакова, который очень подходит для чтения в этом году. Праздники, праздники. Их действительно было больше в этом году? Или мне только так показалось? В августе я объясняла лексику, которая, скажем так, имеет отношение к сегодняшней реальности. Чуть-чуть не России. Я сделала видео о скотном рынке в киргизском Караколе. Сентябрь. Коты антистресс. А потом у меня на канале было ещё чуть-чуть лексики и грамматики. А в стране было 21 сентября, когда началась мобилизация. В октябре я рассказала о некоторых портретах Екатерины Второй. А потом познакомила своих подписчиков с Конституцией Российской Федерации. Точнее, с тем, что там написано о моих правах. О моих правах как гражданина РФ. Потом была грамматика по заявкам. По заявкам значит, потому что меня просили это сделать. Ноябрь. Может быть, лексика из этого видео нам не понадобится? В ноябре был снова праздник. День артиллерии. Вспомнила я Ахматову. Вспомнила Блока. И напоследок, то есть в самом конце, я рассказала, что такое повестка. И показала, как выглядит повестка в военкомат. И что в ней написано. Были ещё кое-какие маленькие видео о словах, которые могут вызвать путаницу. В самом начале этого видеоролика я упомянула свой новый аудиоподкаст. Может быть, вы помните, у меня был раньше подкаст о глаголах. Этот новый подкаст не только о глаголах. Внизу, под видео, вы найдёте ссылки. Я очень благодарна всем, кто поддерживал меня в этом году на Патреоне. Большое вам спасибо от всего сердца. И всех с Новым Годом! Я надеюсь, что вы хорошо его встретите. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова